Кирилл, вкус на дом. Конечно же, мы как сотрудники фонда обычно выступаем теми, кто пробует все на себе в первую очередь. Вот это то, что нам попробовать было приятно. Понятно, что каждый хотел бы каждый вечер ужинать с французским шеф-поваром, и это возможно. Но, кроме того, что это вкусный ужин, еще же вопрос всегда, а могут ли делать бизнес на этом хорошем продукте. Сейчас мы узнаем, могут ли делать бизнес и насколько успешно. Кирилл. Дима, спасибо. Всем привет. Где моя презентация? Друзья, всем привет. Меня зовут Кирилл, и я представляю проект «Вкус на дом». Начну с небольшой истории. Семь лет назад со мной произошло одно событие. Я женился. И так получилось, что к этому моменту со своей будущей супругой мы ни дня не прожили вместе. Мы съездили в свадебное путешествие, и только после этого началась она. Обычная семейная жизнь. И, вернувшись, оказалось, что моя жена вообще не умеет готовить. Ну, вот вообще никак. Меня это сильно не напугало, потому что я сам любил готовить, но в хозяйке я записываться не планировал. Одно дело, когда это хобби, и совсем другое, когда это каждый день. И довольно быстро началась та самая известная всем бытовуха и рутина, когда каждый день ты заезжаешь в супермаркет, копаешься в пыльных овощах, стараясь выбрать что-то поприличнее, потом стоишь в очереди на кассе полчаса, судорожно распихивая все по пакетам, и потом тащишь тележку к машине, а там оказалось, что точно такой же тележкой кто-то поцарапал тебе дверь или бампер. И вот ты уже не самый довольный человек, едешь, точнее стоишь в пробке домой, пока нормальные пацаны в баре смотрят, как Зенит выигрывает суперкубок УФА. И это только начало той поверхности, точнее, нет. Что я хотел сказать, что... И так происходит каждую неделю. Ну, кроме того, что Зенит не играет каждую неделю в финале, но то, что это только начало той истории, потому что после этого начинается еще то, что бывает у меня, как не у самой хорошей хозяйки. Это изображено на этой фотографии. Я рассказываю не историю какого-то бедняги-супернеудачника, этот сценарий происходит во всех семьях, которые по-прежнему проделают весь этот путь, чтобы накормить семью. И неприятная история в том, что все это сказывается на семейных отношениях, так как каждый день мы сталкиваемся с бытовыми проблемами, а это не делает семьи крепче. И я стал замечать, что все это стало сказываться и на моих семейных отношениях. Именно для этого и создан кулинарный сервис «Вкуснадо». Мы укрепляем семейные отношения, мы снимаем всю неприятную часть этого процесса и этого квеста под названием «На корми семью». Мы привозим каждую неделю набор продуктов, где уже все отмерено, подготовлено и почищено. К каждому набору прилагается подробный рецепт, и все, что вам нужно, вам остается самая приятная часть. Приготовить вкусный ужин от шеф-повара за полчаса. Как работает бизнес подробнее? Каждую неделю шеф-повар создает меню, и мы его публикуем на сайте. Люди заходят на сайт и заказывают. В определенный момент мы фиксируем заказы и запускаем производство. Курьеры по воскресеньям разводят наши наборы по владельцам, которые теперь обеспечены вкусными ужинами на всю неделю. Для кого мы работаем? Конечно, роль хозяйки обычно на себя берут женщины, если не брать мою историю. Поэтому в первую очередь мы ориентируемся на замужних женщин от 26 до 40 лет. В основном они сидят дома с детьми и воспитывают их, но есть и значительная часть аудитории, которая активно работает и относительно недавно стали строить семью. Сейчас многие из вас подумают, что понятно, еще один кулинарный сервис, какие уже есть на рынке. И действительно, три месяца назад мы были таким кулинарным сервисом-близнецом. Но за это время, за три месяца мы проделали большую работу и выявили 17 явных отличий, которые нас выделяют от конкурентов. И в основном здесь мы делаем упор на качество. Качество во всех смыслах этого слова, начиная от вкуса блюд, заканчивая упаковкой, отношением к клиенту и курьерской доставкой. И выявив все это, мы здесь повысили цены. И теперь мы самый дорогой сервис на рынке. И это не мешает нам расти. Мы осознанно строим лучший сервис в стране, а клиенты теперь осознанно нам платят больше, чем остальным сервисам. Но несмотря на то, что конкуренты есть, предстоит много работы и места хватит всем. Мы работаем в Санкт-Петербурге и Москве. И здесь 800 тысяч семей, которые способны платить 20 тысяч рублей в месяц, чтобы им было вкусно. Это 150 миллиардов рублей в год. Аналитики одного из фондов, которые инвестировали в наших коллег, почитали, что уже к концу 2017 года объем рынка доставки продуктов с рецептами составит 13,5 миллиардов рублей. Мы планируем занять 6% этой доли к этому моменту и зарабатывать 800 миллионов рублей. Поэтому объем рынка такой, что в принципе мы главным конкурентом на данный момент считаем именно этого игрока. Именно здесь основные деньги и основная доля рынка, за которую стоит бороться. Как мы пробежали эти 3 месяца? Наш объем выручки вырос ровно в 2 раза с того момента, как мы пришли, и ровно в 7 раз, если сравнивать прошлогодние показатели. Но в данном случае не это важно, потому что мы за эти 3 месяца по-другому стали смотреть на те вещи, которые происходят у нас в бизнесе. И это самая главная ценность. Об этом можно говорить много. Я просто скажу спасибо акселератору и трекеру. За это время мы стали здесь сильнее. Сильнее в целом как бизнес. И это самое главное. Наши ключевые показатели. Каждый клиент в среднем пользуется сервисом 8 недель. Больше половины тех, которые попробуют хотя бы раз, обязательно закажут еще. И вот такие клиенты пользуются еще дольше. Это примерно 14-15 недель они проводят с нами. Каждую неделю семья нам платит 3600 рублей. И такие семьи мы научились искать за 1000 рублей. Мы зарабатываем уже с каждой первой покупки. И этим похвастаться не могут многие сервисы. Самым крупным нашим конкурентом является шеф-маркет. Они уже в третий раз привлекают деньги. И в прошлом месяце закрыли раунд в 350 миллионов рублей. Есть еще партии еды. Это наши ровесники. И они уже второй раз привлекли. На этот раз 70 миллионов рублей. Как можно заметить, вкус на дом пока развивается без инвестиций. И несмотря на это показывают неплохие темпы роста. Мы уверены, что с финансированием мы, конечно, будем бежать еще быстрее. И вот наши планы. В 2016 году мы будем привлекать 20 миллионов рублей. Сейчас нам требуется 7 на то, чтобы усилить команду, выстроить отдел маркетинга и отдел продаж. Плюс нам необходимо усиление инфраструктуры производственной и IT-инфраструктуры, чтобы это было готово к масштабированию. И через полгода, когда это будет готово к активному росту, нам нужно будет еще 13 миллионов. Мы назвали это стратегией 2017. Нам нужно 20 миллионов, чтобы к началу 2017 года зарабатывать 17 миллионов. И вперед это все ведут те самые люди, которые ни дня не прожили вместе до свадьбы. Это Анастасия, моя супруга, которая не хотела и точнее не умела готовить, а сейчас занимается всеми производственными процессами в компании и координирует каждого сотрудника. И я, это Кирилл, который занимается самим продуктом, его продвижением и продажами. Поэтому всем, кому интересно инвестировать в активную команду, которая работает на молодом быстрорастущем рынке, то это точно к нам. Подходите, будет интересно обменяться опытом, ответить на вопросы и, соответственно, пообщаться. Ну и, конечно, мы понимаем, что инвестировать в проект, который вы сами не попробовали, это сложно, поэтому, чтобы ускорить этот процесс, мы подготовили для вас промокод. Подходите, заказ можно оформить прямо в зале. Как раз сегодня вышло новое меню, будет вкусно. Всем спасибо. Кирилл, спасибо.